Президент Грузии Георгий Маргвилашвили призвал изменить политику по борьбе с наркотиками и сделать упор на преследовании наркодилеров, а не потребителей. Его заявление прозвучало в ответ на полицейский рейд в тбилисских ночных клубах и последовавшие за ним массовые акции протеста. Давайте вспомним, как развивались события. Началось все с того, что в ночь на субботу спецназ вошел в два популярных ночных клуба в Тбилиси и задержал 8 человек по подозрению в торговле наркотиками. В субботу у здания грузинского парламента собрались несколько тысяч человек, в основном молодежь. Они требовали отставки премьер-министра и министра внутренних дел и наказания тех, кто проводил ночную операцию. В воскресенье акция протеста повторилась, но на этот раз в центр Тбилиси пришли еще члены крайне правых организаций, которые выступают против пропаганды наркотиков. Это, как вы видите, сейчас привело к столкновениям и задержанию нескольких человек. Во время акции глава грузинского МВД извинился за операцию в ночных клубах и пообещал, что все жалобы будут расследованы. Протестующие разошлись, дав правительству неделю на смягчение наркотического законодательства. О том, что происходит в Тбилиси, будем говорить с нашим корреспондентом Грузии Ниной Ахметели. Нин, приветствую тебя. Вот скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что этот конфликт разрешен? Протестующие дали одну неделю, по-моему, вы уже отметили в эфире. Сегодня уже была встреча с министром внутренних дел, с ним встречались организаторы акции, представители неправительственных организаций. Было решено, что будет созданы две группы. Одна из рабочая группа будет работать по вопросам реформы наркополитики, а вторая рабочая группа будет разбираться как раз с тем, что произошло в ночь на субботу. То есть, когда и была проведена эта масштабная спецоперация в популярных двух ночных клубах в Тбилиси. Вчера сообщалось о том, что к парламенту была стянута спецтехника, в том числе и некие такие акустические пушки. О них мы вроде слышали еще во времена Михаила Саакашвили про правление, да? Вот что это за чудо техники? Не боялись ли власти Грузии спровоцировать еще больший конфликт с применением силы? Как мы видим, что применение силы, аресты ни к чему хорошему ни в Украине, ни в Армении не привели. Вот не было такого испуга или это было просто для того, чтобы запугать участников акции? Да, на самом деле, честно говоря, машин с акустическими пушками я не видела. Я видела водометы, действительно, там стояли полицейские со спецоборудованием для разгона акций. И они встали именно между двумя акциями. Я напомню, что некоторые националистические группы, они проводили контракт с ЦУД, так называемый. И, в принципе, вот эта акция у здания парламента, она оказалась окружена вот этими группами. И полиция, она встала кордоном, чтобы не произошло столкновение как раз между двумя этими акциями. На самом деле, ничего применено не было. Министр внутренних дел вышел сперва к протестующему зданию парламента, а потом уже переместился и поговорил с теми, кто вел себя довольно агрессивно. Я должна отметить, что те, кто вышли вот эти группы, они были, разные группы вышли, и они говорили, что они должны разогнать эту акцию у парламента. Ну, они говорили, что они делают это с целью того, что для них неприемлема пропаганда, как они говорили, наркотиков и также пропаганда ЛГБТ. Ну что же, я благодарю нашего корреспондента Нину Ахметели, которая была с нами на прямой линии связи из Тбилиси.